Ассоциации, члены Европейского Союза не берут на себя никаких обязательств в системе безопасности по отношению к Украине. То есть в сущности там уже сформулирован отказ от участия Украины, от приглашения Украины или принятия Украины в НАТО, потому что большинство членов Европейского Союза не члены НАТО. И так вот те люди, которые даже в этих обстоятельствах вот такого урезанного соглашения об ассоциации, политики, которые требуют не подписывать, не ратифицировать, они очень довольны, потому что они говорят, вот вы смотрите, вот мы говорили, что они завтра захотят быть членами Европейского Союза, теперь они уже хотят быть членами НАТО, нельзя ни при каких, ничего вообще с ними голосовать нельзя. Поэтому реакция голландцев уже есть. Что касается там немцев, французов, которые, ну, как бы уже дали понять, что они против. Давно довольны, ничего нового в этой теме нет. Ну, как нужно относиться к тому, что, значит, клиент, которому сказали, что нет, да, вот он приходит в какое-то заведение, да, ему говорят, нету девушек, выходной. А он пришел, а я буду сидеть и ждать тут, пока они не появятся и все. Ну, ясно, что это вызывает только раздражение, и в то же время для внутреннего пользования, это, я считаю, для своего электората вполне эффективный механизм консолидации вокруг вот этой фигуры. если не будет, как бы, чего-то, что, как мне кажется, должно было бы уже произойти, даже во своем электорате. Я уже сказал пару минут тому назад, что не считаю его идиотом, да, но вот, ну, кем можно считать, кто тогда у нас Петр Алексеевич, если он, не будучи идиотом, точно знает, что военного решения проблемы на юго-востоке Украины нет. Он даже об этом говорил неоднократно, ну, не важно, что говорил, важно, что он знает это стопроцентно. И в итоге, значит, десятки, а может быть, сотни людей оказываются жертвами политтехнологий привлечения внимания к Украине в критический момент, когда нельзя, чтобы они о нас забыли. В итоге организуется то, что произошло неделю тому назад, и в результате, я уже не знаю, где там правда, но то, что десятки людей погибли, это наверняка, кто-то там утверждает, что две сотни. Но это же, как бы, на твоей совести. Ты знаешь точно, что это бессмысленно, ничего ты не получишь. Политически, военном отношении ты бросаешь людей и лишаешь, как бы, там, матери, жены и так далее, огромного количества людей. Ну, что это? Это нет. Мне представляется, что, вообще говоря, очень трудно довольно долго держать вот эту мину. Вот я видел, как бы, эпизод, когда он выходил после, по-моему, пресс-конференции с Меркель, и там кто-то из русских журналистов что-то пытался ему сказать. И он такой превосходящий, как бы, с улыбочкой, говорит, вы сначала прекратите убивать украинцев. И он так, победитель, идет. Ты чего вообще? Ты послал людей, сотни людей погибли из-за тебя. Но он себя чувствует прекрасно. Он позволил себе сказать и выиграл. Он считает, что он выиграл в пиаре. А как этим матерям вообще смотреть это все? Они не видят, кстати говоря. Это украинская телевидение не показала этот эпизод. Так что, я думаю, что пока дело дойдет до референдума, так вот и собственный электорат отдаст оценку нашему президенту. Я очень на это надеюсь. Михаил Борисович, и все-таки, как можно это использовать выгодно для себя? Ну, смотрите, ну, фактически, речь идет о том, что вот есть поле, да, электоральное поле, публика, да, которое делится, вот как сказал коллега, жестко на наших и не наших. Но не наши его вообще не интересуют. Наши для него это те, которые считают, что надо как бы вести войну до победного конца, а вообще хорошо провести парад победы на Красной площади и в Севастополе. Значит, ну, есть такие дебилы, которые так думают, ну, что это может быть возможно, но главное, что таких дебилов может быть сколько угодно. Но когда вы действуете в этом направлении, зная точно, что ничего от них не получится, никого парада там не будет, значит, это уже не просто дебилы, это люди, которые полностью как бы лишены каких-либо моральных устоев. Значит, тем не менее, значительная часть общества говорит, правильно сказал Петр Алексеевич, надо нам срочно становиться членами НАТО. Вот мы тут на передовой войны против, значит, страшной агрессивной башкира чеченской конницы, и мы защищаем таким образом европейскую цивилизацию, мы должны стать членами НАТО, и тогда мы проведем парад победы на Красной площади. Вот этих людей по-прежнему довольно много, а учитывая, что рейтинг у президента там, как бы рейтинг доверия там не больше, там 12-13 процентов, а вот таких людей существенно больше, я допускаю, что их процентов 25 вполне, то тогда ты вот этих людей, ты на себя как бы привлекаешь, ты чувствуешь за спиной их поддержку, понимая, что на этом же поле ты будешь конкурировать с Юлей, там, с каким-то ляжками и прочими, как бы, самопомощами и так далее. И тебе нужно выдвинуться, как бы, как лидер для этих людей. Поэтому появляется информация из кругов близких к технологам Порошенко о том, что Юля, оказывается, сторожила Трампа возле туалета. Так это BGN групп, которую наняли поднимать имидж, лоббировать имидж Украины. Ну вот замечательно, замечательно лоббирует имидж Украины, рассказывая, что она возле туалета. 50 тысяч долларов в месяц платят за то, что локацию туалета. Да, локацию туалета. Ассоциации с Евросоюзом плохо. Даже безвиз несчастный, кастрированный, и то плохо. Значит, экономика плохо, социалкой плохо. Значит, там почему-то, зачем-то выигрывают выборы в Америке. Трамп, а не обожаемая, значит, дама вместе с Нуланд, к которым уже привыкли. Во Франции еще чего доброго, там Марин Ле Пен победит, так вообще конец света наступит. Значит, в Германии вроде как бы все более-менее ничего, но ситуация и для Меркель тоже не очень хорошая, поэтому, бог его знает, чем там все кончится, там просто нет, почти нет альтернативы, поэтому там, скорее всего, никаких сюрпризов не будет. Но, в общем, все плохо, надо что-то придумать. Кроме того, есть ощущение, видимо, у Петра Алексеевича, что не исключено, что будут выборы парламентские. А если будут выборы, так надо же с каким-то как бы знаменем идти. Ну и неплохо было бы со знаменем «Мы за НАТО», и я буду, я вам гарантирую НАТО, как он гарантировал конец войны, как он гарантировал там сколько-то денег в день, да, военным, как он там про уже сто раз рассказывал, что будет завтра у нас без виз. Вот теперь он говорит будет «Я добьюсь, что мы станем членами НАТО». Я лично знаю Петра Алексеевича, не считаю его идиотом, понимаете? Значит, я прекрасно понимаю, что он понимает, что никакого НАТО не светит. Значит, это ему как бы инструментально нужно. Вот будут выборы. За НАТО выступает там примерно 40% опрошенных. Это означает, что если он вырежет хотя бы из этого 40% половину, то он вообще уже как бы на коне. Что с чем-то же надо идти. Поэтому для меня понятно, что это чисто инструментальная идея в тяжелой ситуации, в которой оказался Петр Алексеевич. Что касается того, будет или не будет, да нет, не будет никакого референдума. Это 99% же не будет. Я уже не говорю о том, что если бы дело пошло в эту сторону, то нашлось бы много желающих как бы предложить еще к этому референдуму еще какие-то вопросы. Ну, в частности, значит, доверие к президенту или что-нибудь еще такое. А отказаться, в общем, будет сложно. Я вообще хочу сказать, что на самом деле же это все полная дурня. Значит, он вообще не может инициировать, на самом деле. У нас прописано в этом дурацком законе о референдуме, который тоже вообще никуда не годится. И об этом уже сто раз сказано. И это не его компетенция. Он не может инициировать. Ну, я, кстати говоря, думаю, что он этого не знает. Я предполагаю, что он не знает. Вот, но что... Ну, я отвечаю на этот вопрос отрицательно, что референдума такого не будет. А жаль. Прокомментируйте, есть ли у администрации президента США вот какое-то четкое видение по украинскому вопросу вообще. Смотрите, это правильный финал нашего разговора. Значит, потому что опубликовано вот сейчас украинской стороной и Вашингтоне, то, как мне кажется, это разговор-катастрофа для Украины. Просто это не просто плохо. Это вот выглядит как катастрофа. По знакам. Ну что, ну, во-первых, впервые за все время контактов на высоком уровне не было инвектив в адрес России. Ну, как это так? Ну, такой себе агрессор. Обама как бы уже там в клочья разрушил экономику и все такое. И вообще говоря, до этого несколько дней тому назад представитель Соединенных Штатов в ООН там сказала, что вот там при всей нашей желании как бы мириться, но мы осуждаем Россию. Это не сказал Трамп, потому что если бы сказал даже хоть чуть-чуть, то ясно же, что наша администрация обязательно об этом бы упомянула. Значит, это раз. Кроме того, более того, сказано, что мы заинтересованы в мире. В открытую, да. Реально тоже так прямо и четко не было сказано. И сказано, что мы будем работать с Украиной, Россией и другими заинтересованными для достижения мира на этой границе. Ну, то есть это совершенно другой контекст, который ясно не может нравиться Петру Алексеевичу. Мы не знаем, сколько реально они там говорили. Американцы цифру минут не назвали. У нас говорят... 49 минут. Да. Назвали? Да, 49 минут. Все-таки назвали, да? Ну, что-то... То есть мы... То, что не сказано, можно себе только догадываться. Раз то, что сказано, оно выбрано как бы максимально неплохо для Украины, да? Оно все равно выглядит почти как катастрофа. Я уже не говорю о том, что на следующий день Пенс как бы фактически вице-президент Соединенных Штатов, как бы который, ну, как бы пришел на эту должность как значительно более нам антироссийский политик. Очень консервативный и так далее. Значит, он фактически повторил все тезисы избирательного штаба Трампа еще до того. И сказал, что не исключает снятие санкций. Нам только надо понять, о чем мы сможем договориться. И сейчас работают наши команды и так далее. То есть это тоже выглядит как... Но...